Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112 в студии Юлия Гаврюшина. Я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 25 ноября по 1 декабря 2019 года на территории Ненинского автономного округа зарегистрировано 145 сообщений о происшествиях. Из них 14 преступлений, из которых 9 раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 29 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, причинен материальный ущерб. За прошедшую неделю сотрудниками окружной госавтоинспекции пресечено 159 административных правонарушений. При помощи комплексов фото-видео фиксации выявлено 50 правонарушений. Выявлено 4 водителя, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причем двое из них ранее уже привлекались к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения. Госавтоинспекция Ненецкого автономного округа напоминает, что в соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Отказ гражданина от освидетельствования на состояние опьянения также не является спасением. Нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф. Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от метасвидетельствования, гражданину грозит не административное, а уголовное наказание. Сумма штрафа в этом случае составляет от 200 до 300 тысяч рублей. А также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Помимо вышеперечисленных мер, пьяному водителю будет грозить лишение свободы на срок до двух лет. 23 ноября 2019 года в дежурную часть полиции обратилась жительница Ненинского округа с сообщением о том, что у нее неизвестным лицом похищен мобильный телефон. Сотрудниками уголовного розыска лицо, совершившее хищение, установлено. Им оказался мужчина, 1999 года рождения, житель Заполярного района. Полицейские выяснили обстоятельства произошедшего. Заявительница, находясь в баре, употребляла спиртные напитки. От чрезмерно выпитого алкоголя она уснула прямо за столиком, выронив мобильный телефон. Молодой человек, отдыхавший в данном ночном заведении, заметив данный гаджет, забрал его, распорядившись похищенным имуществом на свое усмотрение. По данному факту проводится проверка. Мобильный телефон у злоумышленника изъят. Стражи порядка призывают жителей округа воздерживаться от чрезмерного употребления спиртных напитков и ответственно относиться к своему имуществу. В дежурную часть Управления МВД России по Нейнскому автономному округу обратилась жительница Наридмара, которая сообщила, что в апреле 2019 года ее знакомый, 1998 года рождения, неправомерно завладел принадлежащим ей автомобилем, после чего причинил транспортному средству повреждения в результате неумелого управления и поставил машину на место. Затем угонщик пообещал владелице автомобиля, что он за свой счет устранит повреждения, и она не стала обращаться в правоохранительные органы. Но по состоянию на ноябрь месяц мужчина договоренность не выполнил, и женщина обратилась в окружную полицию. Проводится проверка. В Управлении МВД России по Нейнскому автономному округу на постоянной основе проводится работа, направленная на осуществление контроля за соблюдением ограничений и обязанностей жителями округа, находящимися на профилактическом учете полиции, в качестве лиц, в отношении которых решением суда установлен административный надзор. Особенное внимание уделяется тем поднадзорным, которым установлено ограничение в виде запрета пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства, либо пребывания поднадзорного лица в определенное время суток, а именно в ночное время. Проверки данных лиц осуществляются как участковыми и полномочными полиции, так и сотрудниками других подразделений, с привлечением общественности, в том числе и с представителями добровольной народной дружины. Поднадзорных лиц посещают по месту жительства в промежуток времени, на который судом установлен запрет, и проверяют их нахождение дома. В настоящее время на учете отдела участковых уполномоченных полиции и управления находится 38 лиц, в отношении которых установлен административный надзор, и 22 из них обязаны в ночное время находиться по месту жительства или пребывания. При неоднократном нарушении данными лицами административных ограничений и обязанностей в их действиях могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного статьей 314 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ. Справочно. Статья 314 Прим. 1 Уголовного кодекса РФ, уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений, максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до одного года. 27 ноября 2019 года на территории Нейнского автономного округа стартовала комплексная оперативно-профилактическая операция «Чистое поколение». Ее цели – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, уявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотических средств и психотропных веществ, В рамках данной операции сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и отдела по работе с личным составом управления посетили школу номер один Гордон Ринмара и провели с пятиклассниками спортивное занятие, направленное на пропаганду здорового образа жизни. Полицейские в ходе спортмероприятия показали учащимся некоторые боевые приемы борьбы, используемые сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации для самозащиты, а также при необходимости для задержания преступников. Мальчишки и девчонки, разбившись на пары, старались повторить увиденные приемы, используя при этом резиновый нож. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управлением ВД России по Ниинскому автономному округу в ходе оперативно-розыскных мероприятий при взаимодействии с представителями Роспотребнадзора выявлен факт организации индивидуальным предпринимателем производства продуктов питания, не отвечающих требованиям безопасности для потребителей, с дальнейшей реализацией данной продукции в магазинах города Наринмара и поселка Искателей. Полицейским установлено, что индивидуальный предприниматель в арендуемом подвальном помещении по улице Олены города Наринмара организовал производство продуктов питания с нарушением санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов, в результате чего в готовой продукции обнаружено наличие бактерий группы кишечной палочки и других патогенных микроорганизмов. В результате оперативно-розыскных мероприятий выявлены торговые точки, где реализовывалась данная продукция, представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. Проводится проверка. Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции Управлением ВД России по Нинскому автономному округу информирует о том, что 9 декабря 2019 года, в Международный день борьбы с коррупцией, в период времени с 14 до 17 часов, жители округа, обладающие сведениями о возможных злоупотреблениях в области государственной власти, здравоохранения, медицины, ЖКХ и образования, могут сообщить о данных фактах по абонентскому номеру 8 818 53 4 39 44. Анонимность гарантирована. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управлением ВД России по Нинскому автономному округу по телефону 02 или 4 21 26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.